Центр института Иннопрактика выведен на рабочий режим и спокойно реагирует на все эксперименты, что придумывает ему каждый день группа запуска. Мозг человека — это очень сложная структура, в которой большинство процессов — это электрические процессы. За счёт этих частот мы можем понять, например, насколько расслаблен человек. Альфа-ритм — это ритм, который отвечает за расслабление. Он порядка 12 Гц. Десятки параметров работы человеческого мозга считывает интерфейс, передаёт компьютер, и дальше специальная программа проецирует всё это в виртуальную реальность. То есть фактически человек меняет мир силой мысли. Цель — запрограммировать подсознание. Человек, прошедший тренировку по уникальной методике, тратит меньше энергии и устойчив к стрессам. Диспетчеры в авиационном сообщении, которые отвечают за прокладку маршрутов для самолётов, это люди, которые постоянно должны концентрироваться, концентрировать своё внимание на воздушной ситуации. Любое отвлечение или потеря фокуса внимания чревата довольно серьёзными катастрофами. Первая победа — это абсолютное золото России на чемпионате Европы по профессиональному мастерству Евроскилз в Будапеште. За плечами у победителей месяцы психофизиологических тренировок. Контроль над электрическими сигналами мозга — актуальное направление современной науки. Оно открывает уникальные возможности для управления любыми робототехническими системами. Очень важно, что нейроцентр построен именно на синергии этих технологий и на реальном их спросе в экономике. Действительно, можно сказать, что одновременно человек познаёт и возможности технологий, и себя одновременно. Повторение процессов живой природы в виде технических систем — это хорошо понятно детям. Со школы создаются программы обучения профессиям будущего и научные кванториумы с комплексами нано-, био-, инфокогнитивных и социо-гуманитарных лабораторий. Для ребят это огромные возможности увидеть мир таким, какой он есть сейчас, побыть на переднем крае достижений современной науки. Поэтому для них это и интересно, и увлекательно, и познавательно, и самое главное — полезно для их будущего и выбора профессии. У молодого коллектива нейроцентра, а здесь самому старшему научному сотруднику 35 лет, есть реальный прорыв в этом направлении. Результаты удалось достичь при поддержке иннопрактики. Негосударственный институт развития реализует проекты, направленные на рост национального человеческого капитала через развитие структур и механизмов инновационной экономики. Нейроцентр очень напоминает космическую станцию. Это не случайно. Похоже, 21 век готовится стартовать в новую непознанную вселенную — мир человеческого мозга. И, судя по всему, произойдет это очень скоро.